Здравствуйте в информационной студии Полина Мазур и коротко о событиях города и края. Во вторник 9 января в Рио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с руководителем Приморского филиала Почты России Сергеем Калитиным. Участники встречи обсудили стратегические направления развития государственной компании на территории края. Сергей Калитин проинформировал главу региона о мерах по повышению качества предоставляемых услуг, уровне сервиса и комфорта для посетителей и отметил, что в Приморье более 500 почтовых отделений связи, большинство из них стационарные. В настоящее время идет капитальный ремонт помещений пяти почтовых отделений во Владивостоке и одного в находке. Расходы на ремонт одного отделения составляют у нас от 5 до 6 миллионов рублей, но эти средства в бюджете есть, это инвестиционный бюджет. Мы выбираем именно те отделения, где идет наиболее плотный клиентский поток, который находится в центре густонаселенных районов. Сейчас, допустим, в находке на проспекте мира там отделение стояло у нас два года без ремонта и не могло обслужить клиентов, к сожалению. Мы сейчас сделаем капитальный ремонт и отделение будет действительно горлостью города находки. Мы с мэром встречались, пригласили его на торжественное открытие. Если у вас будет возможность поучаствовать в открытии какого-то из первых отделений, для нас это была бы честь. Сейчас в Малых сельских населенных пунктах предоставляем услуги с помощью передвижных отделений почтовой связи. Это 51 отделение, которое у нас действует. Что такое передвижное? Передвижное отделение на базе автомобиля ГАЗ. То есть оно, чем еще выгодно отличается от стационарного, не всегда в отдельных населенных пунктах мы можем решить проблему комплектования штата. Потому что найти квалифицированных сотрудников, которые могли бы давать населению качественные услуги стабильно, это задача, которая решается нами постоянно. Но передвижное отделение, оно появляется ровно по расписанию в нужный день, в нужный час, в нужном населенном пункте. Соответственно, мы даем гарантию населению, что у нас услуги почтовой связи будут оказываться. Помимо этого, мы поставляем также и розничные товары первой необходимости. Особенно для северов это актуально. У нас вот Красноармейский, Кавалеровский район, в общем-то там большие большие объемы товаров продаются, и мы, собственно, не будем отказываться от этой идеи, будем продолжать реализацию, потому что населению это важно. В планах государственной компании на территории Приморья отработать систему разделения клиентских потоков по видам услуг. Руководитель Приморского филиала Почты России отметил, что одна из первостепенных целей службы – развести потоки пенсионеров, которые обращаются в почтовое отделение для получения пенсии и тех физических и юридических лиц, которые получают посылки. Таким образом, мы сократим очереди и повысим качество услуг, заверил Сергей Калитин, главу региона. Что касается доставки социальных выплат, здесь опыт нашего взаимодействия с пенсионным фондом, он подтверждает то, что мы в любых условиях, даже самых сложных, и в условиях стихийных бедствий, которые, к сожалению, в 17-м году, в 16-м посещали край наш. Мы 100% обеспечивали население всеми социальными выплатами, выплачивали пенсии, пособии. Зачастую даже вперед служб МЧС оказывались в отдельных населенных пунктах, подсказывали, как лучше проехать в отдельные населенные пункты. 48% пенсионеров сегодня получают пенсию через Почту России, либо в наших отделениях, либо на дом. Но еще одним очень важным для нас каналом является выплата пенсии через Почтобанк. Это банк, созданный при участии Банка ВТБ и Почты России. Мы сейчас на приоритетных условиях 49% акций и той и другой стороны, являемся сочередителями этого банка. Мы выполняем тем самым еще очень важную задачу по повышению уровня обеспеченности финансовыми услугами населения, потому что мы с Центральным банком тоже проводили перед Новым годом межведомственное совещание. И, по сути, из многих населенных пунктов многие банки поуходили, потому что это нерентабельно. И вся социальная ответственность сегодня лежит на нас. И только мы совместно с Почтобанком можем в отдельных населенных пунктах дать полный комплекс услуг. И мы готовы, в общем-то, этот объем бизнеса на себя забирать, потому что план по развитию в 2018 году, он такой достаточно амбициозный. Мы порядка новых 80 окон будем открывать. Это окна, где будут работать и наши сотрудники, и выделены сотрудники Почтобанка. Мы будем принимать и вклады, и кредитовать население, и принимать все обязательные платежи, и давать людям возможность перечисления пенсии, либо пособий на пластиковые карты Почтобанка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Остановил прием заявлений на предоставление дров населению. Специалисты советуют обращаться в лесхоз. Люди звонят, спрашивают насчет записи на дровах. У нас пока ничего нет, но вот вчера уже после обеда она гражданка позвонила, говорит, а вы не принимаете? Я говорю, нет, не принимаем, еще ничего не это. Вот вы знаете, лесхозы уже начали принимать. То есть я подозреваю, в общем-то, я не звонила в лесхоз, еще не узнавала. Будет, скорее всего, что прежняя схема. Как она была до того, как? Мол, там столько народу, столько толпятся, я говорю, ну, придется потолпиться, в общем-то. Если гражданам, в общем-то, действительно, необходимо записаться на дровах, то, наверное, надо обратиться в лесхозы. Потому что по МКЦ пока тишина. Отдел ГОИЧС продолжает работать в режиме повышенной готовности, связанном с ситуацией с запасами топлива на котельных города. Их по-прежнему хватает на четверо-пятеро суток. Новогодние каникулы в школах и детских садах прошли без происшествий. Родители неорганизованных детей могут получить губернаторские новогодние подарки в Управлении образования. Для неорганизованных по территориальным отделам отданы подарки и не выданы. А те, кто находится в Дальнегорске, в разных районах, да, продолжаем выдавать, но, честно сказать, сколько не выдали. Уважаемые родители, кто не получил в подарок новогодний губернаторский, обращаться в рабочие дни Управления образования к специалисту Татьяны Валерьевны Кривобуковой. Административная комиссия провела проверку в отношении примтеплоэнерго по факту неорганизованной работы в районе дома номер 19 по улице Набережная. Заканчивается проверка в области теплоэнерго, сейчас решается вопрос о привлечении любого лица, любого соснового лица за отсутствие организации работы по ремонту канализации в районе Набережной 19. Сегодня решим, сегодня встречались, все просто. Наверное, юрлицо будет привлекать. Юридический отдел администрации ведет работы по взысканию задолженности с арендаторов муниципальных помещений. 25 исковых заявлений по взысканию вредной платы приняты в производстве в арбитражном суде и 13 исковых заявлений в мировом суде. То есть в основном в упрощенном производстве будут рассматриваться заявления. То есть определение уже у вас на резолюцию вам положили. В новогодние каникулы аварии на водоводах произошли в Рудной пристани. Село продолжает борьбу с последствиями снегопада. Единственное, у нас с катком проблемы, потому что у нас очень много снега. И сейчас опять переметы. Вчера, что было почищено утром, в обед уже перемело. Все вот эти как раз подходные пути к школе. Но чистится поселок. Очень много аварий было за время. И теплооснабжение на центральном. И вчера устраняли холодное водоснабжение. В рабочем режиме работаем с отделом жизнеобеспечения. Приезжала комиссия по обследованию домов 6 января. Обследовали дома для признания их непригодными. Владивостокская комиссия. Независимый спортивный право. Детская хоккейная команда «Медведь» села Краснореченский приняла участие в турнире в Новосысоевке. Подопечные Сергея Тарасова выступили в двух возрастных категориях, одержали уверенную победу над соперниками и заняли два первых места. По данным пресс-службы Межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» с целью усиления противодействия преступности в лесопромышленном комплексе, а также предупреждения и пресечения преступлений в сфере заготовки, переработки и реализации древесины, в период с 1 декабря 2017 по 31 марта 2018 года на территории обслуживания отдела проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий «Лес-2017-2018». Сотрудниками полиции, совместно с представителями народной дружины «Тетюхи», а также с органами, заинтересованными в охране леса и лесных насаждений, ежедневно ведется дежурство на въезде в Дальнегорский городской округ и Тернеевский муниципальный район. Полицейские дружинники досматривают грузовые автомобили, проверяют наличие всех необходимых документов на лесную продукцию. Прокуратура Приморья разбирается в обстоятельствах ситуации, когда егерь поймал заподозренных в браконьерстве сотрудников ДПС, а последние привлекли того к административной ответственности. Видео, сделанное егерем Евгением Набоком, во время разговора с полицейскими попало в интернет. Продолжение следует... Что вы здесь делаете на поле? Поле? Да. Осуществляем работу. Какую работу? Какую? Связанную с улучшением правилами дорожного движения. Какую? А тут что, на страста? Это поле. Вот это поле. И что, что это поле? Ну что это? Я тут стою, я тут стою, карауль барканьеров. Мы услышали выстрелы. Тут не было никаких выстрелов. Я тут стою с 8 часов вечера. Тут нету никаких не было выстрелов. Документы ваши подтверждают, что право увлечение и пользование транспортных требований. Это поле Олега Саченки. Вот это охота-угодия, клуб «Медведь», «Пать Америка». Я стоял вон там в углу, под деревьями машина стояла. Вот здесь вот, где солнышко встает в углу, есть заезд, который Олег возил с поля, на тракторе вывозил рулоны. Вот они оттуда заехали, поехали по краю поля. Вон туда, там такой у нас браконьер катается туда, в ту сторону. Здесь по краю, вот так по краю. Заскочили сюда, и я когда ожидал, что не еду здесь, вот их следы от уазика, вот они, уазовские следы. Вот мы тут остановились, вот их следы от уазика. А тут, получается, летел я без света. Когда вот я здесь уже ближе включил свет, они за включили мигалки. И на вопрос, что вы тут делаете, они сказали, что был выстрел. Мы сюда приехали на выстрел. Хотя я тут с 8 часов вечера сидел, я сам, егерь в клубе, не было ни одного выстрела. И сказали, что они тут дежурят. И начали в наглую проверять машину, копать. Сказали, что если это не подчинение, меня, конечно, вообще вот припишут статью. В СМИ появилась информация, что после разговора с егерем сотрудники ДПС задержали того за нарушение правил транспортировки оружия и доставили в пункт полиции. В свою очередь, пресс-служба МВД дала пояснение, что сотрудники ДПС оказались в поле, потому что искали автомобиль, превысивший скорость. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение гражданина о том, что по автодороге со значительным превышением допустимой скорости движется автомашина. На указанный участок трассы был направлен наряд ДПС. Сотрудники госавтоинспекции услышали звуки выстрела и обнаружили внедорожник. Его водитель предъявил удостоверение егеря охот общества. При осмотре автомашины обнаружено охотничье ружье в расчехленном виде. Оружие было заряжено, в патроннике находился патрон. Мужчину доставили в отдел полиции и составили административный протокол за нарушение правил перевозки или использования оружия и патронов к нему. Сейчас полиция проводит проверку сведений, размещенных в средствах массовой информации. В случае установления факта неправомерных действий сотрудников госавтоинспекции они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, подчеркивают в ведомстве. Во Владивостоке вынесен приговор по делу о незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере. Подробности в материале, предоставленном нашими коллегами из пресс-службы управления МВД России по Приморскому краю. Первореченским районным судом города Владивостока вынесен приговор в отношении 41-летнего жителя Приморской столицы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом Б, частью 4, статье 171 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе следствия установлено, что фигурант уголовного дела организовал транспортировку во Владивосток алкогольной продукции без сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота этой продукции, в том числе без сертификатов соответствия. Его противоправную деятельность пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и управления МВД России по городу Владивостоку совместно с коллегами из ОФСБ России по Приморскому краю. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий с сотрудниками полиции обнаружено 16 контейнеров алкогольной продукции со специальными федеральными акцизными марками с признаками подделки. В результате проведенного обыска изъято более 150 тысяч литров спиртосодержащей продукции общей стоимостью свыше 34 миллионов рублей. Установлено, что специальные федеральные акцизные марки изготовлены кустарным способом, а состав продукции не соответствует нормам ГОСТа. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Изъятая алкогольная продукция конфискована в доход государства. В отношении соучастников материалы выделены в отдельное производство. Если говорить коротко, это все значимые события дня. Далее Екатерина Грицун с обзором прессы.